всем привет здравствуйте очень приятно что вы здесь что вы вот это вот смотрите ну и приятно конечно вы пишите комментарии материально поддерживайте канал и иногда заглядывайте в плейлисты правда не все заглядывают потому что очень много просьб показать ту или иную пластинку эта пластинка уже есть плейлистах поэтому начните с плейлистов но тем не менее я иду на поводу у тех кто просит в комментариях что-то показать если это что-то есть у меня дома и если это что-то мне нравится то я с удовольствием показываю вот например первый альбом группы soft машин правда здесь она называлась еще дай soft машин потом определенный артикль отпал группа стала просто soft машин ну это начало поэтому еще с артиклем 1968 год обложка почти оригинальная вообще пластинка старое издание древние очень почти оригинал но обложка не совсем оригинальные потому что в оригинале здесь должен быть вращающийся круг потом он перестал вращаться а стал просто напечатанным круг из таких психотерических фотографий артистов что потом сделала группа led zeppelin на третьем альбоме где тоже вы помните круг такой который крутится и появляются лица артистов ну софт машин были первыми в этом смысле 68 год все в порядке значит что это такое для тех кто не знает soft машин в традиционном понимании группой назвать ее сложно потому что состав менялся очень много раз ключевые фигуры оставались причем ключевые фигуры они тоже не совсем ключевые фигуры поскольку из первого состава не осталось никого уже давным давно в составе группы я имею ввиду джон маршал барабанщик который играл долго в софт машин здесь еще его нет он 45 лет назад говорил что ай-яй-яй в группе soft машин не осталось ни одного члена оригинального состава это было 45 лет назад а последний альбом soft машин вышел в 2023 году то есть вот совсем совсем недавно группа как мы видим и слышим существует до сих пор и все с ней в порядке музыку играют великолепную просто клейма негде ставить настолько она хороша самого начала она была хороша причем она все время менялась но но все время оставалось soft машин из чего мы делаем вывод что soft машин это не просто группа рок-группа да в которой там вокалист ушел пришел другой вокалист все равно осталось группа тут все как такое бич из бру такой до майлз дэвисовская смысле сучья варева как что все все вот так вот менялась 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 музыка менялась тоже но soft машин оставалось soft машин вот чудеса бывают такие спутать невозможно ни с кем ни с чем и от психоделического рока в первом психоделись какого рока господи какого рока джаз рок фьюжн соул чего там только нет здесь чего здесь только нет ушли в не знаю как назвать не знаю вот эти стилевые всякие ограничения они здесь в плане soft машин они вообще не работают потому что сравните там 1 1 альбом то не невозможно характеризовать никак вот я я не могу сказать в каком стиле эта музыка ну проще сказать психоделический джаз рок поставьте на проигрыватель и возьму включите в интернете эту музыку и поймете что ему жизнь психиатрический джаз рок это гораздо больше чем психиатрический джаз рок гораздо интереснее это так так сразу сужает рамки сразу кругов психиатрический джаз тут столько на игры на всего что мама дорогая ну а потом пошло уже там третий альбом классический soft машина который мы поговорим отдельно в котором всего 4 композиция он двойник то есть по композиции на каждой стороне тоже нельзя никакого характеризовать как психиатрический электрический рок чушь чушь просто удивительная музыка soft машин дальше в сторону джаза все-таки пошли история джаза здесь тоже навалом кстати на первом альбоме сколько сколько угодно потому что музыканты с джазовой школы не скажу что великолепный но они развивались и достигли великолепия уже через буквально там несколько лет потом джаз джаз фьюжен все это опять вот такие стив хилич пришел бы алан холсфорд пришел ушел то есть много 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 всего а последний альбом 23 года там играют музыканты из четырех из трех оригинальных составов soft машин оригинальные тоже в кавычках потому что там тоже происходили постоянные перемены но все равно все равно они в общем считаются корифеями этой группы из отцов основателей как я уже говорил которые собрали собственно коллектив шестьдесят шестом году началась история софт машин уже буквально через год все изменилось потому что изменилось даже перед первым альбомом потому что группа начинала как квартет играть мне есть пластинка с записями квартета которые которые вышла значительно позже первого альбома потому что эти записи были отбракованы сначала потом по каким-то причин то ли они компании выпускающие были отбракованы то ли с авторскими правами были какие-то разборки в силу того что один из музыкантов ушел из группы но в общем второй альбом был уже в смысле первый альбом был уже альбомом второго состава софт машин 3 соответственно и дальше дальше то 3 тоже уже был закшить в видоизмененном составе и второй был видоизменном потому что при записи второго альбома исчез замечательный к вене ирс который здесь играет на бас-гитаре и сочиняет музыку на первом альбоме у к вене ирса очень много но не очень много но приличное количество сольных альбомов и я о них тоже поговорю они очень интересные они такие в сторону сида баррета идут но значительно более структурированы значительно более понятно внятное и конкретное чем у баррета но в ту сторону движение очень отдаленно но напоминает а перед записью этого альбома в группе играл еще дэвид таллин группа гонг все помнят и вот они работали как квартет ездили по гастролям и причем нами футболка с джимми хендриксом потому что группа софт машин ездила по гастролям вместе с джимми хендрик experience и музыканты джимми хендрик experience очень комплексовали сам хендрикс до комплексовал когда выходил на одну сцену вместе с софт машин потому что эти парни зарубали такую музыку что становилось не только небу жарко и земле жарко жарко становилось самому космосу это вот бешеная дико небывалая доселе музыка действительно ну да виталин ушел по своим причинам каким-то остались соответственно майк раттлич на клавишах легендарная фигура роберт уайт на барабанных и вокале и как я уже говорил к вене ирс на бас-гитаре и композиция ну композиции занимались все трое здесь тут все в порядке соответственно мы видим группы без электрической гитары играя на одном на одной сцене джимми хендриксом но вполне справлялась и без электрогитары потому что клавиши фирменный фирменный звук вот с перегрузом с овердрайвом таким вот эти клавиши загруженные майк раттлича они являются такой трейдмарк софт машин конечно удивительный звук при этом он технарь невероятный и в сторону джаза конечно крен серьезный идет все остальные тоже не лыком шиты наши роберт уайт многие его называют одним из лучших барабанщиков рок-музыки за всю историю существования рок-музыки играет он здесь в джазовом абсолютный стиль и при этом считал себя и всегда декларировал себя как рок-артист я играю я играю как рок-барабанщик здесь он играет такой рок-барабанщик что просто весь остальной урок просто значит не существует вообще в принципе ну а кави нейрос это сама по себе фигура поэт композитор автор текстов музыкант который играл по моему на всех инструментах существующих в природе на первом альбоме джоев то и называется который он записал уйдя из софт-машин там ну то ли 10 или 14 инструментов в списке на которых играл и раз записываю эту пластинку там все в порядке ну и музыка для неподготовленного слушателя она конечно весьма странно но здесь тоже интересно прошу значит неподготовленный слушатель группа выходила на сцену в лондоне в клубе уфо вместе с pink floyd куда приходили кто подготовленные слушатели приходили студенты молодежь люди постарше которые ходили на рок-концерты они подготовлены или нет я не знаю они просто люди нормальные которые пришли слушать музыку и группа пользовалась очень серьезным успехом потому что но как я уже говорил техническое мастерство запредельное фантазия бьет ключом и все очень необычно и pink floyd рядом софт-машин было делать конечно нечего что тогда что потом наш пинг floyd все-таки они писали при всей моей бешеной любви к первому составу к первым альбомом пайпер the gates of dawn и sets full of secrets они да они рядом стоят здесь но технически исполнительский софт-машин конечно совершенней но они просто другого уровня музыканты с джазовой как я уже говорил школы все у них все хорошо и взаимодействие потрясающее импровизационная музыка невероятная просто и да а дальше что пинг флойд они писали все-таки поп-песни как ни крути расширенные насыщенные просто но это поп-песни по-хорошему если так уж очистить софт-машин никогда не писали поп-песен не тогда не потом не сейчас они играли и песни и с вокалом здесь полно вокала роберт уайт поет и без вокала инструментальных альбомов конечно больше у них гораздо чем с песнями но никогда не было желания написать то что называется хит для музыкантов такого уровня ничего нет проще чем написать хит пускай этот хит прозвучит там одну неделю на радио но он все равно будет называться хит все он будет все равно будет цеплять там сыграйте там доля фасоль до мажор-минор мажор-мажор и и напишите мелодию подготовленный композитор напишет цепляющую мелодию и будет эта песня как бы все нормально это неинтересно для этих парней было и они играли совершенно свою историю поэтому поэтому нужно быть готовым что здесь нет мелодичных приятных легких песенок здесь замечательная песенка hop for happiness который начинается открывает альбом она звучит четыре с половиной минуты переходит полотно под названием джоев той 2 спала 2 на около трех минут почти и заключительная часть hop for happiness после джоев той продолжает hop for happiness эта песня с вокалом поют оберт уайт начинается она запева просто голоса роберта уайта а голос у него настолько специфический что очень много людей тех что не слышали никогда ровертовая этой софт-машины те которые меня смотрят сейчас послушно скажет да он вообще не умеет петь это вообще не голос вообще человек знает что при этом роберт уайт один из исключительных совершенно вокалистов и однажды перед одним журналистом английским он спел мелодию композиции чарли паркера донали по моему спел нота в ноту партию саксофонов донали и все выпали в осадок потому что это невозможно он сделал то что в принципе невозможно темнее но тембру него очень специфический а музыка рассказывать о ней сложно потому что она не похожа ни на что бешеные клавиши адские ударные совершенно невероятный бас эйреса который играет как я уже говорил на всех инструментах такое ощущение что сразу одновременно странные мелодии непривычное построение а тональные уходы адская барабанная соло в конце первой стороны песни чередуются инструментальными пьесками небольшими но идет идет все нон-стоп просто и порой трудно увидеть увидеть переход между там save yourself на второй стороне жесткая песня почти роковая уже такая с таким клавишным рифом ярким северсов потом присылла инструментальный кусочек и лалабай лалабай letter и вот этот самый save yourself переходит в лалабай это через присылу совершенно незаметно раз и уже другая песня пошла и в общем это certain kind на первой стороне прекрасная пьеса более или менее похоже на то что называется прогрессив роком который весь состоит тоже из штампов из своих я очень люблю прогрессив рок но там все-таки музыка достаточно со своими уже со своими блоками музыкальными которые переставляются и получается прогрессив рок такой узнаваемые многими любимый мною тоже но весьма предсказуемый вот она отдаленно похожая что там к нет я имею ввиду отдаленно похоже на то что называется прогрессив роком все остальное это совершенно другой мир совершенно другой мир совершенно другой космос другое настроение другой дух другое мышление но все очень хорошо и это только первый альбом а дальше я продолжу пока пойду пить и и и и ждите дальше пока